Добрый вечер в эфире «Вести» Карачаево-Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочее совещание с вице-премьером Ириной Гербековой и руководителем Роспотребнадзора Республики Сергеем Бескокотовым по вопросу профилактики распространения коронавируса. В последнее время наблюдается небольшой, но ежедневный рост выявленных случаев коронавирусной инфекции. В целом, санитарно-эпидемиологическая ситуация контролируемая. Как было отмечено, данный тип инфекции не отличается тяжелым течением заболевания, в основном сопровождается общей респираторной симптоматикой. Хотя случаи госпитализации есть. Сейчас в госпитале на базе Черкесской городской больницы находится 22 человека, в детской больнице 7 детей. Состояние всех стабильное. В лечебных учреждениях республики ввели масочный режим и ограничили посещение пациентов. Сегодня с рабочей поездкой в Карачаево-Черкесию прибыл директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов. В формате двухсторонней встречи с главой республики Рашидом Тимрезом рассмотрели вопросы реализации полномочий ведомства на территории Карачаева-Черкесии и взаимодействия с органами государственной власти республики. Работу регионального отделения службы судебных приставов Дмитрий Арестов оценивает положительно, в том числе в вопросе пополнения республиканского бюджета, открытости и доступности для граждан, четкости исполнения других задач, возложенных на службу. По итогам встречи был достигнут ряд договоренностей, которые помогут повысить уровень доступности, качество работы и степень общественного доверия. Сегодня в Черкесске состоялось торжественное открытие нового современного здания службы судебных приставов. В церемонии принял участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов и директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав России Дмитрий Арестов. На знаковом событии присутствовала Альбина Ломкова. Новое здание Управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачаево-Черкесии расположено в северной части города Черкеска. На торжественной церемонии его открытия присутствовал личный состав регионального ведомства. Со словами поздравлений к сотрудникам органа принудительного исполнения обратился главный судебный пристав страны Дмитрий Арестов, который отметил историческую значимость события для всего коллектива управления в части создания условий, направленных на повышение эффективности организации работы. Он подчеркнул и важность взаимодействия службы со всеми органами государственной власти. Пользуясь случаем, я хотел бы благодарить руководство Карачаево-Черкесской республики и лично главу республики за всемирное содействие, которое позволило в короткие сроки создать такие достойные условия для службы наших сотрудников. Государство возлагает на нашу службу серьезные задачи. Я уверен, что в новых стенах у вас будет кипеть плодотворная работа. И управлению окажется по плечу решение самых сложных, самых важных вопросов. Ведь от результатов труда судебных приставов напрямую зависит вера граждан в торжество правосудия. Глава республики Рашид Тимрезов поздравил виновников торжества и оценил работу судебных приставов, связанную с пополнением бюджетов нашего региона. Ваша работа напрямую позволяет увеличивать и бюджет нашей республики, а это, как вы все знаете, это и новые школы, и новые детские сады, и больницы, и дороги. Я искренне хочу вас поблагодарить за вашу службу. Уверен, что и дальше вы будете также активно служить во благо Российской Федерации и Карачаево-Черкесской республики. С праздником вас! Добрый путь! С новосельем! Затем в присутствии личного состава перерезали символическую красную ленту. Далее состоялась экскурсия по основным помещениям нового современного здания, среди которых единая зона приема граждан, комнаты дежурной смены, просторные кабинеты отдела управления. Осмотрели и гараж для служебного автотранспорта и прилегающую территорию. Затем Рашид Тимрезов и Дмитрий Арестов оставили памятную запись в книге почетных гостей. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Чтобы помнили, в Ленинградской области под Гачиной появился бюст героя Российской Федерации генерал-майора Канамата Хусеевича Баташева. Канамат Хусеевич погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг, не смог остаться в стороне и принял решение бороться с нацистами в ходе специальной военной операции. Говорят, каждая спасенная жизнь дарит бессмертие. Своим подвигом Канамат Хусеевич спас многих людей, и его бессмертие теперь в их жизнях. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов выразил искренние слова благодарности за увековечение памяти нашего земляка к губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дрозденко и жителям региона, где Канамат Хусеевич работал последние 10 лет, в должности заместителя председателя ДОСААФ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передавая свой огромный опыт и любовь к небу другим пилотам. Им гордится не только наша республика, но и вся Россия. Канамат Баташев – пример мужества, стойкости и чести. Имя его навсегда вписано в историю страны. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь. Гроза в отдельных районах, сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метров в секунду. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-20 метров в секунду. В горах местами до плюс 14, днём плюс 26, плюс 31, в горах местами до плюс 23. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днём 27-29 градусов тепла. Ортопедический салон предлагает средства реабилитации, изделия для позвоночника и суставов. Компьютерная диагностика стоп, изготовление индивидуальных стелек. Детская и взрослая ортопедическая обувь. Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама». Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники «Сити». Мы можем вам помочь. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учёными. Заканчиваю школу нового типа в ИВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Приём в школу нового типа в самом разгаре. Окна в рассрочку! Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Продолжаем выпуск. Сегодня профессиональный праздник отмечают географы. И к этой дате они посвятили молодежный форум «100 лет Карачао-Черкесии». Вместе мы сила. География, туризм, культура, экология, который проходил на высокогорной учебно-здоровительной базе Качагу имени Умара Алиева «Махар». В рамках Дня географа 2022 провели мероприятие у туристического костра. Викторины и лекции. Из Махара. Репортаж Алладинаевой. Сегодня у нас очень серьёзная организация в гостях. Это Русское географическое общество. Подивите, кто слышал про него. Все слышали. Замечательно. В рамках молодёжного форума «Махар» живо и интересно представители РГО «Покращао-Черкесии» провели викторину, которая включала в себя как не очень сложные, так и вопросы, требующие хороших знаний географии. А всего их было больше 20. Не более 500 метров и пресная, кристально чистая вода. Но есть одно озеро, которое отличается по всем характеристикам. Озеро малое! Первый раздел викторины состоял из вопросов, которые касались географических объектов Северного Кавказа. А вторая часть подготовлена о нашей прекрасной республике. Первую часть они пощелкали как орешки, а вторую часть вызвали больше затруднений. Были даже дискуссионные вопросы, которые в данных условиях без помощи Гугла не решаются, а интернет тут не ловит. Участники викторины пополнили багаж знаний по географии, а за правильные ответы получили призы и ценные подарки от РГО. А во второй день форума на фоне живописной природы под шатром молодые люди собрались на круглый стол. Научный руководитель Всероссийской общественной организации, Центра экологической политики и культуры, доктор биологических наук Владимир Захаров увлекательно провел лекцию для студентов со всего Северного Кавказа. Вы, наверное, слышали, что все мы здесь, я имею в виду, у меня сейчас спрашивают, где здесь, я говорю, в этом мире, на земле. Мы только для того, чтобы учиться. География, литники, лес, реки, озера, флора и фауна Северного Кавказа – сегодняшняя тема доклада доктора географических наук руководителя Крачево-Черкесского отделения РГО Вячеслава Валентиновича. Молодежь должна практически прочувствовать ту значимость и отфильтровать те информационные достижения, которые создают механизм для управления природными ресурсами, для снижения тех негативных последствий, свидетелями которых мы сейчас становимся в рамках освоения природных ресурсов. И они должны это сами понять. Если мы будем им настоятельно вбивать то, что мы считаем идеальным, то я считаю, что прогресса не будет. Они должны сами к этому прийти. Экология и культура в устойчивом развитии субъектов России – важное направление, о котором рассказал профессор Владимир Захаров. Мы все вместе с ребятами определились, что жизнь – это самый большой проект, который ты осуществляешь. Как он сложится, отчасти зависит от мироздания, от создателей. Мне понравилось, как они делали такие отсылки. Отчасти зависит от тебя. И мне кажется, что все-таки молодые люди, они более чувствительны к каким-то таким вот тонким вещам. Они более чувствительны к философии, если хотите. Даже к религиозным вещам, к каким-то культурным вещам. И к экологии в частности. Вот мой личный опыт, я всегда поражаюсь, с раннего возраста. То есть молодежь подхватывает на раз. И эта аудитория не была исключением. Несколько часов ученые делились знаниями со студентами, которые охотно отменивались мнениями и задавали вопросы. Сегодняшний форум для вас чем-то был полезен? На самом деле, да. То есть я раньше, честно говоря, про устойчивое развитие не так много слышала, не так много узнала о нем. А на сегодняшней лекции от Владимира Михайловича я прям начерпну о себе много полезной информации, которую, я думаю, в дальнейшем буду распространять среди своих знакомых, родных. Форум, посвященный Дню географа 2022, завершился. Он отмечается в России 18 августа. Молодежный форум «География, туризм, культура и экология» собрал студентов в одном из красивейших уголков планеты в Махарском ущелье. Объединяет их одной любовь к природе и проблемы экологии, чтобы сохранить ее лучше для будущих поколений. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Харачево-Черкесия, Махар. В Харачево-Черкесии к празднованию столетия со дня образования республики открыли новый сквер. Зона отдыха появилась на проспекте Ленина в республиканской столице. Власти благоустроили именно ту территорию, которую выбрали сами жители города в рамках голосования в прошлом году. Глава Карачева-Черкесии выразил уверенность, что сквер полюбится как молодежи, так и старшему поколению. Хочется, чтобы он стал не просто местом отдыха, но и площадкой для музыкантов, художников и артистов, творческих людей, которые своим искусством будут делать еще приятнее и интереснее досуг жителей и гостей города, отметил Рашид Тимрезов. В ходе работ в сквере уложили новую плитку, установили новое освещение и современные скамейки. Кроме того, на территории обустроили зеленые зоны и разбили цветники. Полным ходом идет реконструкция общественной территории Зеленый остров Карачаевский. Здесь совсем скоро появится спортивная и детская площадка, тротуарные дорожки, подъездная дорога. Быстрыми темпами сейчас идет строительство горного креативного кластера. Также на территории Зеленого острова будут установлены скамейки и урны. Помимо этого, будут созданы автопарки и места для активного отдыха. По словам представителей ЖКХ мэрии Карачаевского городского округа, общественная территория Зеленого острова совсем скоро станет излюбленным местом для досуга жителей города. Также по проекту будет асфальтирована подъездная дорога с тротуаром, с освещением. Парковочные места как для туристов, так и для посетителей данного парка. Соответственно, освещение, озеленение и также посадка деревьев. На данный момент порядка 60-70% работ исполнены. Их не видно, потому что в основном это бетонные работы, забивание свай, вертикальная планировка, проводка электрических сетей подземных, водоотводные системы, там уже лотки в виде лотков установлены. То есть на сегодняшний день порядка 60-70% работы сделано. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин